Я хочу вам дать изучение законов для шонара, день 153. Я хочу вам дать изучение законов для шонара, день 153. Владыка, мир, это будет твоя воля милостердия и милостердия, чтобы ты даровал мне за слово сегодня и каждый день уберечь свои уста и язык от для шонара и рахилут. Достерегусь я плохих слов даже об одном человеке, конечно, в основном еврейском народе или его части. Пусть не будет у меня жалобы на пути святого благословенного. Достерегусь я от слов жи пустой болтаны, ссоры, гнева, гордыни, резкости и оскорблений, насмешки и других видов запрещенной речи. Даруй мне заслугу, говорит лишь то, что необходимо для моего материального и духовного благополучия. И пусть все слова и дела мои будут ради небес. Лешем шамайн. День 153. Туэль – это различие между рашонара и рахилут, между рашонара и сплетнями. Преувеличение. Казалось бы, клевету нельзя оправдать. Даже имей она конструктивную цель, и здесь нет исключений. Так бы мы думали, как человек может оправдать клевету, даже если это для полезной цели. Но Хафет Саим считает, что если конструктивного результата нельзя достичь без преувеличения, оно допустимо. То есть, если я хочу достичь чего-то хорошего и положительного, но без преувеличения это невозможно, можно преувеличить. Он приводит пример. Два мальчика дружат, и один плохо влияет на другого. Когда жертву нельзя убедить прервать эти отношения, не преувеличив порохи его товарища, это разрешается сделать. То есть, если я объясняю хорошему мальчику, этот друг нехорошему, плохо на тебя влияет, но он этого не понимает, тогда я, да, имею, говорит Хафет Саим, право преувеличить негативные стороны характера его плохого друга, чтобы объяснить ему, что он должен держаться от него подальше. Однако, условия этого исключения, это чрезвычайно тонкие. В таких случаях следует советоваться с признанным знатоком Аллахи, то есть с тем, кто действительно, как надо и точно знает эти Аллахи от Лашонара. Это Аллаха на сегодня, когда можно преувеличивать и когда нельзя. Мусар на сегодня из книги Шмиратарашон «Святость к святости». Если человек освящает себя немного, свыше его освящает намного больше. Человек хочет очиститься, ему помогает. Говорит Тора, книга Икра 11, 11 глава 43 и 44 Псуки. «Не оскверняйте себя ими, чтобы вы не осквернились, ибо я Господь твой Бог. Вы должны освящать себя и будьте святыми, ибо я свят». Комментируя слова Торы, мудрецы говорят, если человек оскверняет себя немного, они его оскверняют очень сильно. Если он оскверняет себя внизу, его оскверняют наверху. Он оскверняет свое тело внизу, получается, его оскверняют его душу наверху. Если он в этом мире, его оскверняют в будущем мире, он оскверняет себя в этом мире, будет осквернен в будущем мире. И наоборот, если человек освящает себя немного, они его освящают очень сильно. Если он себя внизу, если он себя внизу, его освящает наверху, он освящает себя внизу, освящает его наверху. Если он в этом мире освящает себя, его освящают в будущем мире. Говорит трактат Юма, 39 лист, первая страница. Зори сказано, Когда человек говорит то, что запрещено, руах от ума, то есть дух нечистоты, проявляется в его словах. Духовные силы разрушения подхватывают этот дух нечистоты и оскверняют им словаторию и молитвы, которые человек произносит. Так, если человек оскверняет себя немного, они силы разрушения оскверняют его очень сильно. Те, которые сказали на шонара, в некоторых словах есть дух нечистоты. Потом, когда он молится, изучает Тору, то этот нечистый дух добавляет к его словам Торы и оскверняет их. Поэтому он осквернил себя немного, он сказал всего лишь пару слов Лашонара, а потом учил много Торы и молился много. Но эти пару слов Лашонара оскверняют его молитву и его изучение Торы. И наоборот, Творец, доброта которого безгранично, хочет возвысить нас дополнительной душой, то есть святостью. Он как будто призывает каждого еврея, открой мне вход с игольное ушко, и я открою тебе вход, как в огромный зал. Говорит Шерим Раба. Человек открывает дверь для Всевышнего немного, Всевышний открывает для него огромную дверь. Когда еврей преодолевает свои плохие наклонности и исполняет волю Творца, дух святости нисходит на его душу. Если человек освещает себя немного, они, то это они, силы святости, освещают его очень сильно. То есть, как мы сказали, если не дабы человек оскверняет себя немного, они, силы нечистоты, оскверняют его очень сильно, то если он освещает себя немного, то они, силы святости, освещают его очень сильно. Мы радащим, дай Бог, и чтобы нас Бог освещал как можно сильнее и больше. Субтитры создавал DimaTorzok